В предместях Парижа есть такое небольшое местечко, называется Сен-Женевьев-Гюбуа, Святая Женевьева в лесу. Во время нормандских нашествий, когда Европа опустошалась с северных частей своих от нашествия норманов, туда бежали христиане, в эти места уносили собой мощи Святой Женевьевы. Там возникло потом небольшое поселение, там часовинка в честь ее. Это место известно в русской истории тем, что в Сен-Женевьев-Гюбуа находится такое место последнего пристанища для большого числа русских эмигрантов первой волны. То есть тех, кто уходил в революцию, бежал, спасая свою жизнь и своих детей. Иногда свои знания пошли, потому что покинули страну величайшие философы, талантливейшие инженеры. Спасали свои жизни и знания, и потом вложились в чужие страны своими талантами. Так что мы... Зворыкин сделал телевизор в Америке, а не в России. Этот самый инженер Ипатьев, брат того Ипатьева, в доме которого было совершено злодейство 20 века, убийство императорской семьи. И его брат Ипатьев, тоже инженер, изобрел высокооктановый бензин, без которого невозможна автомобильная промышленность. По сути, у него на могиле написано «Отец американской цивилизации». Потому что американская цивилизация – это цивилизация машин, автомобилей. Цивилизация Форда, всех этих дел, автобанов, крайслеров. Он изобрел бензин для этих машин. Значит, наш Ипатьев избежал из России только потому, что ее расстрелять хотели. Работал бы до конца бы дней здесь, но красные же сволочи. И расстреляли бы человека. Они подготовили свою молодую советскую интеллигенцию и потом старых подношил. Он это понял, почувствовал, избежал. Но работы свою запатентовал таким образом, чтобы его родина, пусть даже советская Россия, но его родина, его Россия, чтобы она пользовалась его открытиями беспошленно. И мы получили вслед за американцами то же, что получили они, благодаря его трудам, потому что он нам подарил это из-за рубежа. Ну и многие другие. Сикорский изобрел вертолетостроение. Не нужно было бы Микояну там и другим мучиться. Уже бы все было изобретено, они бы только усовершенствовали. Не нужно было бы этим нашим инженерам в шарашках сидеть. Королев, прежде чем пустил Гагарина в космос, ему все зубы выбили на допросах. У него без зубов он жевать не мог, он не мог яблоко укусить. У него была сломана нижняя челюсть, и все зубы были вынесены. Но они любили свою страну, любили свое дело и делали то, что могли. Здесь, в тюрьмах, там нет. Поэтому люди убегали. Убегали и правильно делали. Они спасали свои знания, свои таланты, свои... Они послужили нам тоже. Они спасли многое. Они спасли веру во многом. Святыни, богословие было... Наше богословие было спасено в зарубежье. Потому что там можно было свободно читать, изучать, путешествовать. И заходить в библиотеки самые разные. От Афона до Ватикана, куда хочешь. Ну, короче, а на что здесь? Здесь все за горло и славки разоружения, и Брежнева, и все остальное. Так вот, значит, это все, так сказать, присказка. В Сен-Женевье, в Дюбуа, находится вот этот пансионат для доживающих свою жизнь иммигрантов. Там самое... И там есть кладбище, на котором лежат дроздовцы, семеновцы, капелицы. Ну, в общем, те люди, там, юнки, рам, могила отдельная. Мы же учили все в советской школе. Нас же учили, как? Что восставший за справедливость рабочий класс поднялся для того, чтобы создать справедливое общество. Насколько оно было справедливым, мы, конечно, не знаем. А против них восстали фабриканты, промышленники, буржуазия, для того, чтобы отбить с оружием в руках свои заводы, яхты, пароходы. И потом, оказывается, когда это все погружаешься в это, что вранье все, от первого до последнего слова. Первыми оружием в руки взяли юнкера и кадеты. И где это были дети мещан? Это были юнкеры, то есть это были суворовцы, по-нашему, сегодняшнему, суворовцы и курсанты военных училищ, из которых младшим было по 16, а старшим по 19. Это были первые люди, взявшие в руки ружья, примкнули к ним штыки, запели гимн России и пошли воевать с красными. Вот эти мальчишки. Они и полегли все, почти все. Там есть им могилы юнкерам, кадетам, а потом уже было добровольское движение, все-все-все. Потом Бог, хозяин мира, Бог-творец истории, Бог-командир истории. И он дал по зубам красным кулаком белому движению. Они все уехали. Там были не только, конечно, вояки, не только священники и дворяне. Там были балерины, певцы, музыканты, философы, повторяю, преподаватели, профессора. Да и просто люди, которые бежали от этой новой жизни, с которой они никак не могли согласиться. Мы-то уже родились в ней, у нас что есть, то есть. А они знали ту Россию, которую мы навсегда потеряли. И они не могли принять эту новую Россию и сбежали. Поэтому вот там, это в Сен-Женевье, в Дюбуа, находится это место погребения для множества. Там, кстати, есть место и для людей, которые, в принципе, безразличны к русской истории. Ну, например, там, ну, любят, скажем, там русский балет, например. Там погребен Муриев, там летающий татарин, как его назвали. Или, скажем, там погребен Андрей Тарковский. Ну, это человек православной культуры. Ну, Иван Бунин там погребен. Ну, много других, много других. Вот. И к чему я это все сейчас говорю? Потому что сегодня совершается память святой Женевьевы. Вот той самой Женевьевы, хозяйки Парижа, во имя которой называется городок небольшой, в котором находится этот русский пансион, в котором доживают последние уже из тех первых. Там еще какие-то, может быть, уже все уже умерли. Там уже вторая волна, потом была эмиграция, там третья волна. И кладбище, на котором лежат драгоценные русские кости. Подобно Ольшанскому кладбищу в Праге, подобно кладбищу Джордан Вилли в Америке, значит, где при семинарии есть наше отдельное русское кладбище. Подобно другим кладбищам, которых много по миру, потому что 20-й век разбросал русские кости по всей вселенной. И вот это французское, самое известное, кстати, кладбище посвящено, оно носит имя святой Женевьевы. Сегодня церковь совершает ее память. Как-то было такое, знаете, наши же все элиты нашего общества, когда-тошняя элита, ну, со всеми плюсами и минусами, потому что там были талантливые и гениальные люди, первопроходцы, мореплаватели, инженеры, философы, а были просто развратники, богачи и позор нашей нации. Тоже дворяне, но уже позорники, которые просаживали миллионы в том же Париже. Они ездили в Париж и раньше, но они ездили туда для того, чтобы пойти на пляж Пегаль, значит, на Мулин-Руш, на девок пляшущих поглядеть, ну, и потратить свои бешено неправильно нажитые деньги. Такое тоже было, в этом тоже есть правда, это тоже нельзя умолчать. А потом, когда революция случилась, они ехали туда, они были франкофоны. Родным языком для многих был французский. Пушкин наш научился говорить на французском гораздо раньше, чем на русском. Русский язык он осваивал сознательно и потом, а французский выучил, естественно, и в детстве. Человек ведь не учит язык, он осваивает язык. На этом языке говорят, ты просто впитываешь, а там на улице, говорит, по телевизору, мама говорит, там брат говорит, сестра говорит, ты его осваиваешь. А уже скрижение, глаголы, склонения, там это ты потом выучиваешь, худо-бедно потом в школе. И можно языком владеть, но его не знать, в смысле вот этой тонкой грамматики. А мы когда учим иностранный язык, мы его учим, а потом осваиваем. Так вот, наши многие из этих всех богатых и славных, они, что их в Париж потянуло после революции? Потому что они были франкофоны, они по-французски разговаривали. Это Пушкин-то когда еще, 18 век? У нас, например, Набоков был франкофон. Он по-русски писал потом уже. Основной он говорит, я мыслю по-английски, а разговариваю по-французски. Там или наоборот. То есть у нас была такая элита, так и она была. Предательская, в принципе. Предательская. Потому что они могли русского не знать, они любили. На каком языке ты говоришь, на каком языке ты думаешь. Если я думаю по-английски, я люблю Теккерея, Диккенса, я люблю Лорда Протектора, я люблю английскую историю, и я не знаю свою историю. Если я говорю по-французски, я думаю по-французски, я люблю Жану Дарк, я люблю Филиппа Красивого, я люблю Битву при Пуатье, я люблю Наполеона Бонапарта, я не знаю русскую историю. Так и было, так и есть. Для чего вот эти все русские гимназии пытаются с таким трудом создать? Люди знали свою историю. Когда-то спросили там в какой-то аудитории, кто читал Тремушки Тера у студентов исторического факультета в МГУ. Все читали. Какой это век там сказали, какой это король там, Людовик такой-то сказали, какие события там, кардинал какой, Ришелье, в чем там дело там, значит, Ля-Рошель там, гугеноты там, протестантские войны. Все вроде знают. Хорошо, теперь возьмите линейку. В это же время в России что было? Кто был царем, какие процессы проходили, какие войны, какие бунты. Ни одного слова. То есть там знаешь, здесь не знаешь. Но это я опять-таки всю присказку рассказываю, не сказку. То есть я не подбираюсь, как бы, главное теми, которые меня интересуют. И вот одна из женщин, эмигрантка русская, которым в Париже было как дома. Вот эти все сель-бупле там, ОВВ там, или там коммонсова, они все, это для них было как бы лучше, чем здрасте. Все таксисты в Париже по-русски говорили, потому что бывшие генералы и полковники, значит, там возили, значит, понимаешь, там и швейцарами были, и таксистами. Ну ладно. Одной женщине в этом пансионате явилась какая-то молодая девушка. молоденькая девушка, невеста туда взявшаяся. И говорит ей по-французски. Говорит, почему это русские в моем городе мне не молятся? Там, хваля, русская, дадам, дадам, вам, че там, да, что там, это самое. Она говорит, а вы кто? Она говорит, а я, Женевьева, я хозяйка этого места. Это мое место, это мой храм, и весь Париж мой. Говорит, я, я хозяйка ее. Задал такой вопрос, да, то, что русских в Париже было очень много. Они там сходили с ума от тоски, основывали журналы, кадетские училища организовывали, сделали всякие там воскресные школы, строили храмы, кстати, открывали даже целые академии и семинарии. Они не сошли с ума, они растворились, они оставили большой след в мировой истории. И так до сих пор там есть русский Париж. Но вот был такой вопрос от Женевьева. А что это русские мне не молятся? Они же в моем городе, их так много. Этот вопрос сегодня я хотел бы задать нам с вами тоже, но сейчас, значит, этот самый, это пандемия, как ее назвать, проклятый назвать ее, благословенный, как хочешь, назови, посадил нас всех на задницу. Потому что мы же привыкли всем мотаться по всей Вселенной. И среди здесь стоящих, среди тех, кто услышит это онлайн и офлайн, есть много людей, которые уже облетали всю Вселенную, которых только в Гималаях еще не было, а может уже были. Которые уже куда только не занесла его, значит, такая безумная жажда интересов, безумная жажда впечатлений, понюхать, лизнуть, сфотографироваться ко мне, ну как же иначе, добилу современному не сфотографироваться на фоне чего-то. Селфи сделать, ну а куда еще? Надо, надо, простите, да, значит, такой, и вдруг раз, нас посадили на поку, и мы сидим, а когда мы встанем, а вдруг мы опять встанем, и опять начнем мотаться по миру, и опять будет вопрос, опять народ попрет по Париже, нюхать Эйфелеву башню, и фотографироваться рядом с ней, как будто он ее построил, и опять же Нильева спросит, а чего это? Русские, которых так много здесь, мне не молятся, ведь я хозяйка этого места, это мой город. Она жила в пятом веке, вся ее жизнь-то пятый век, она умерла в пятьсотом году, то есть в начале, на заре шестого века. Если вы были в Париже, или знаете его архитектуру, историю, более-менее, карту Парижа представляете, весь Париж находился на острове Сите, есть такая, на сене остров, на этом острове городок, на этом острове Сите находится собор Парижской Богоматери, который заложил Карл Великий, оттуда разрастался Париж, это было удобно для защиты, водная преграда была справа и слева, и вот весь Париж был на Сите, она там жила, она была девушка, замуж не выходила, но и не была и монахиней. Женское монашество, это очень трудная вещь, особенно в условиях непрестанных войн. Тогдашняя Европа подвергалась нашествию самых разных варваров, ну, в частности, Женевьева жила во времена Атиллы. Атилла сжег пол Европы и должен был сжечь Париж, который тогда назывался Лютеция. Благодаря Женевьеве Париж остался целый, кстати, значит. Так вот, они проходили, прям с огнем и мечом, с смерчем огненным проходили, варвары самые разные, лангобарды, там, значит, или гуны, или вестготы, они, конечно же, если бы монастыри женские были на их пути, то ни одна бы монашка не осталась бы чистой, ни одна бы не осталась живой. Всех бы изнасиловали и после поубивали бы, или бы делали семеналожницами. Поэтому в таких условиях женское монашство, в принципе, исчезает, или не существует. Как, например, в Сербии женского монашства при турках не было в принципе. Женское монашство в Сербии возобновилось благодаря русским иммигрантам после революции. Наши монашки бежали от большевизма в Сербию, сербы их радушно принимали, и там возникали женские монастыри. И сербские женщины тоже в них шли, и там возникло сербское монашство. А при турках какое монашство? К мужику придешь в монастырь, ну что ты с ним сделаешь? Ну в морду дашь, ну заберешь у него что-нибудь. А к женщине придешь, саблей в руках, и весь монастырь перепродишь. Поэтому там оно в принципе было невозможно. И Женевьева жила в то время, когда на Западе не было женского, почти что не было монашства женского. Но были девушки, посвятившие себя Богу и жившие в миру. Она была такая. Про нее очень мало известно. Известно, что до пол ее, ее дом, она с 15 лет была сирота и жила на своих хлебах. Значит, ее дом, пол ее кельи, там это хижины, был постоянно мокрый. И у нее был дар слез. Она обильно плакала. Плакала каждый раз, когда смотрела на небо. Как-то, видимо, тосковала о небесном жилище и хотела быстрее войти туда. Но прожила довольно долгую жизнь. Известно, что постилась всю жизнь. Ела только в четверг и в суббух, в четверг и в воскресенье. И ела только бобы и хлеб. Только в возрасте 50 лет епископы благословили есть овощи и молоко. И она покорилась власти архиерейской. И стала вкушать чуть побольше. Дожила она дальше. Она прожила больше 50, что под тем мерком было немало. Когда Атила подходил к этой, значит, к Лютеции, народ бежал от варваров. И она сказала всем, что оставляйте все свое дома. Не уносите из города сокровищ. Пожидки свои оставляйте. Не поддавайтесь панике. Атила сюда не придет. Люди хотели ее убить за эти слова, потому что если бы они ей поверили, а она их обманула, то они бы достались на разграбление и уничтожение страшному врагу. Но они все-таки сделали то, что она хотела. Если бы она их обманула, если бы не получилось то, что она предсказала, была бы ей смерть. Но Атила почему-то развернулся, отклютется и не пошел на нее. И был разбит в сражении близком другого города. И ее слова исполнились. И так эта жена Вьева стала такой матерью духовной этого Парижа, тогда еще небольшого, очень бедного. Она была очень деятельная женщина. Она организовывала доставку хлеба и продовольствие другого в город, когда в городе был голод или неурожай и прочее. Она занималась бедными, больными, несчастными. постоянно бегала по этому Парижу, отдавая ночи молитвы и размышления духовно. Что чрезвычайно интересно, об этом пишет Федотов, такой известный у нас был такой писатель, эмиграции, в зарубежье жил, писал о ликах святой Руси, о святых людях на Руси. Он писал о том, что странно, но в это же время далеко в Сирии, в 12 часах пути от Антиохии, от столицы Сирии, на столбе стоял Симеон Столпник. Это совершенно уникальный вид подвижничества. Когда там, значит, два на два у него была такая площадка наверху, 15-метрового столба, который вырастал, постепенно все его делали выше, 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 огражденной оградкой, чтобы не упасть с него. На этом столбе, как птица, состоял очень долго, в несколько десятилетий, святой Симеон, который, короче, ввел какую-то совершенно невозможную жизнь, об этом мы как-нибудь поговорим. Память Симеона мы празднуем в сентябре. А к нему собирались огромные массы народа, постепенно к Симеону. Он научал, разумлял, выгонял бесов. За честь полагали патриархи подняться к нему по лестнице и там на этом столбе с ним послужить литургию для него, отслужить. И вот Симеон спрашивал людей, которые были возле него, вечно там собирались у подножия столба. Есть ли кто-нибудь из вас здесь, из далекой страны Франков? Ну, были, видимо, переводчики, говорили, да, есть здесь. Мы пришли, а на восток ходили как раз с запада христиане посмотреть на монахов. Монахство родилось ведь на востоке. И запад с большим удивлением ходил туда и смотрел на них. И люди говорят, да, да, мы пришли из страны Франков. И Симеон, стоявший на столбе, лет 30, потому что он стоял, говорил им, когда вернётесь домой, передайте поклон святой Женевьеве. Весь такой город у вас, Париж, тогда не Париж не было, лютеция называлась, весь такой город у вас, лютеция, весь такая святая Женевьева, поклонитесь ей, попросите её, чтобы она молилась за меня, а я молюсь за неё. Слышите? Почитайте житие Симеона Столбника. Вы скажете, что это невозможно. Вернее, вы будете знать, что это есть, что это правда, но вы не будете знать, как это. Это совершенно... Вот встаньте на одной ноге, например, и постойте, скажем, там полчаса. Скажешь, да нет, зачем? Давайте лучше себе палец отрежу. А если будет, так сказать, 30 лет, например, вот так вот не шевеляйся, или вот так вот сел, как бы встал, он плал поклоны в течение дня, один паломник наблюдал, начал считать. Досчитал до 1244 поклона, потом сбился. Он стоял там, он ел раз в неделю, Симеон, и стал им 30 лет. Дождь лилил, там то ли там даже зной лепёк, там бесы к нему полками целыми приходили, целые дивизии бесов приходили, чтобы его уничтожить, порвать его на части. Он там воевал с ними. И этот Симеон в Сирии, стоящий на столпе, знал про эту жену Еву в Париже, бегающую по городу с мешком хлеба и раздающую хлеб бедным. Видите, что такое церковь? Разве нужно святым людям телефон, чтобы поговорить и договориться, чтобы знать друг друга? Разве нужно святым людям инстаграм, для того, чтобы познакомиться? Зачем нам все эти цацки, эти примитивные дуранские цацки? Только потому, что мы слабые, несчастные люди. А вообще-то можно было бы по-другому. Были бы мы настоящими людьми, мы бы общались по-другому. Мы бы знали один про другого, чувствовали бы, видели бы, слышали бы, Дух Святой бы говорил бы нам все, что нужно. И мы бы узнавали самое нужное не из газет и не из телевизора, который врёт с утра до вечера, и не из интернета, который тоже врёт с утра до вечера. Узнавали бы от Духа Святого. Мы видим это на святых, но мы не можем. Люди хвалятся телефонами. А у меня такое и пад. А мы теперь можем, понимаешь ли, там, войти в любой сайт, оно там, значит, беспроводное. Да не хвалиться нужно этим. Нужно плакать от этого уродства и нищеты. Уже в принципе человек может быть другим. Мог бы быть другим. Мог бы по воде ходить и по воздуху летать. Без крыльев и самолётов. Мог бы знать на расстоянии всё, что ему нужно знать. Мог бы сегодня, находясь вот здесь, общаться бы с теми, которые вот там. Как помните у нас, Сергий преподобный, Симеон и жены Вьева, это пятый век. Вы скажете, ну, пятый век, вёлки-палки. Хорошо, ладно, вот он, четырнадцатый век. Святой Сергий, наш отец, сидит на трапезе с монахами, в Трои Сергиевой лавре. И вдруг встаёт с трапезы и говорит, мир тебе тоже, Божий человек. И садится обратно. А в это время, километров двадцати от Сергия Лавры проходит Стефан Пермский, просветитель силы Пермского края. Епископ, равноапостольный, проходит Лавра, там далеко, говорит, где Лавра? Это там, он поворачивается, мир тебе, Божий человек, Сергий преподобный. В это время Сергий встаёт с трапезы, говорит, и тебе мир, те, что со Стефаном не понимают, с кем он разговаривает, те, что с Сергией не понимают, с кем он разговаривает. А два святых человека без телефонов разговаривают друг с другом, потому что, возможно, это человек. Вы скажете, ой, слушай, ну, 14 век, это всё равно, что 5. Ладно, 20 век. Есть такая, Белгородская область такая у нас, соседствующая с Россией, где самый такой великий человек и святой Ясаб, белгородский чудотворец, великий человек. Мы его любим. Служим всегда, когда его память. И там, значит, есть такое село Ракитное, недалеко от Белгорода. И там был такой святой Серафим, такой, Тяпочкин. Один из тысяч страдальцев наших, священников, которые прошли через мясорубку лагерную. Сидел, значит, и грыз сухарь этот, значит, тюремный, и работал, и всё вот это за то, что в Христа верил. И потом он старые годы доживал в этом селе Ракитном, там он похоронен. Святой человек, прозорливый, к нему вся Россия, весь Советский Союз ездит. Я ещё когда во Львове только священствовать начинал, я знал старых женщин таких, ну, мне было там, скажем, 25 лет, им было, скажем, там 70 лет. они для меня были как бабушки, но даже не как мамы. Они мне рассказывали про этого Серафима. Потом я однажды был на могиле у него. Вот читаем его жизнеописание. Приехал к нему епископ в гости, который с ним вместе в лагерях сидел. И они, значит, пошли в него келейку. Вот он такая келейка маленькая, где он жил. И так вот сели, значит, он так сидит, значит, на кровати владыка, в кресле там, или наоборот. И к службе дело идет. Они служить вечером будут. Келейник заходит и так, значит, открывает дверь. А два старика, значит, архимандрит и епископ сидят так, глаза полузакрыв друг напротив друга. Молчат. А он говорит так тук-тук, говорит, отцы святые, владыка, уже служить пора. Уже сейчас звонить будут. Отец Серафим говорит, ладно, владыка, потом договорим. Они встали и его пошли служить. Они были люди битые, строганные, тертые. С них эта большевистская пенза всю грязь смыла. Стерли с них всю гордыню, все, что там, всякое превозношение, всякие мысли о себе, всякое такое, а мы, 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 а вот мы такие, ля-ля-ля-ля-ля. Стерли с них все, в самую грязь их опустили. Они в этой грязи не утонули, вышли и белее снега стали. И стали разговаривать друг с другом по старой лагерной памяти, не раскрывая рта. Вот каким может быть человек. Ну, мы вернемся к Дженевьеве, которую память ныне совершают. Вдруг вам придется быть в Париже. Куда ваши ноги побегут? Надо побежать к святым в Париже. Там их много. Там есть такое аббасство Сен-Дени, в честь святого Дионисия Парижского. Тот самый Мон Мартр, это гора мертвых, называется. Там была целая гора мучеников, там поотрубали головы так многим людям, что там целая гора этих мертвых была. И там был святой, как раз, Дионисий Парижский, Елеферий и Рустик, дьякон и пресвитер, его спутники. Святая Женевьева сказала построить святому Дионисию храму Сен-Дени, аббасство Сен-Дени. Там лежат гробы всех королей Франции. От Хлодвига до последних, до Людовиков последних. Это там, это самое главное. Потом самой Женевьеве хотели построить храм лично ей, перед самой революцией, уже в конце 18 века. Храм не достроили, его забрали революционеры и сделали там пантеон, захоронение для всех известных французов. Всякие эти там Мараты, Робеспьеры, Неработа, вот это вся вот эта вот эта, ну там я не уверен, что там Робеспьер лежит, но вот эти все. Ну там, например, там лежит Вольтер, куда его тело завезли. Там лежит Гнюго. Где-то там недалеко, где-то, говорят, похоронили Паскаля, но это другой человек, это святой человек. Ну в общем, туда все снесли, в храм Женевьеву, недостроенный, и назвали его пантеон, захоронение всех известных французов. А саму Женевьеву, вы не поверите, Женевьеву для Парижа было, то же самое, как Федотов пишет, то же, что Жанна Дарк для всей Франции. Если будете опять-таки в Париже, в храм какой-нибудь зайдете, зайдите, в католический, зайдите, возле распятия поклонитесь, это храм Богу. И вы там увидите Дионисия Парижского, священномученика, который в нашем календаре тоже есть, и Жанну Дарк, которая нет в нашем календаре. И это знают везде, ну Жанна Дарк, кто ее не знает. Это, ну это, что это? Это вся Франция. Так вот, до Жанны Дарк, вся Франция, это была Женевьева. Когда случилась революция во Франции, что с ней сделали, угадайте с двух раз. Ее вытащили из раки, из ее раки, там где мощью лежали, которые много раз, во время чумы, голода, войны, обносили вокруг целого города, которая спасала их всех при жизни и по смерти. потащили на площадь, так называемая Гребская площадь, где гильотинировали, вешали и казнили преступников. Это площадь, посвященная уничтожной, смертной казни преступников. И на Гребской площади, как преступницу, сожгли святую Женевьеву после смерти ее мощи, во имя свободы, равенства и братства. Вот теперь скажите мне, что ни сволочи, все революционеры, где бы они ни родились, которые радеют за народное благо, на самом деле являются просто слугами сатаны и уничтожителями всего святого, что было до них в этом мире. Лучшего человека Франции, как преступницу по смерти, сожгли, как бандитку. И мощью там тоже пепел выбросили всем. Осталось только рака и кусочек пальца. Где-то верующие нашли, там этот пепел этот собирали, там эти косточки искали, нашли пальчиками. Вот там сохранили. Все. Революция. Зато свобода, зато равенство, зато братство. Наступим на горло последнему священнику, зарежем последнего дворянина, уничтожим последнего святого, пусть даже и мертвого, еще раз уничтожим. Сожжем его, если он в мощах почивает. И построим якобы свободу, якобы равенство и якобы братство. А знаете, что такое братство современное? От самоубийств в минувшем году умерло всего лишь в два раза меньше людей, чем от коронавируса. И про коронавирус пища тоже захлебываются по каждой программе каждый час. А почему вы не говорите, что в мире умирает от самоубийств? Причем в Африке от самоубийства они умирают, африканцы не желают умирать. Они голодные, но и все. В Индонезии, в Тасмании, где-нибудь на островах, там в Латинской Америке никто не умирает от самоубийств. Умирают только Америка, Европа и Россия. А почему люди убивают себя? А им не зачем жить? Они живут в вакууме, в черной дырке, в пустоте. У них внутри черная дырка, в голове черная дырка. Везде черная дырка. Куда ни глянь, везде черная дырка. Не зачем жить? У них нет ни веры, ни покаяния, ни любви, ни надежды, ни смирения, ни цели, ни смысла. Ну ничего у них нет. Только цивилизация хваленая. С хваленой свободой, хваленым равенством и хваленым братством. А больше нет ничего. И они вешаются. Они режутся, они прыгают с крыши, они передозируют специально себе наркотик, чтобы сдохнуть и не проснуться. Но об этом никто не кричит, потому что он мир наш безбожный. Мало того, что был бы он еще открыт и безбожный, он подло безбожный. Но сегодня патриарх говорит, совсем другая цивилизация, она тоже безбожная, но она уже хитрее. Она не бьет тебя прям в лоб там, не ходи в церковь, Бога нет там, не верь там. Она такого больше не говорит. Ходи куда хочешь. Но вот мы построим такую систему жизни, при которой Богу не будет места. И мы такие правила жизни создадим, которые будут полной противоположностью западу. И когда ты осквернишься и опозоришься, и потеряешь душевную силу и бодрость, когда ты сам себе гнусин станешь, когда направо повернешься, налево повернешься, везде Содом и везде Гомора, тогда ты собственно и вздернешься. Ты сам умрешь, я тебя даже убивать не буду. Это уже построено. Мы в этом уже живем. Но посмотрите свежим взглядом на телевизор там, или значит на то, что нам предлагает, скажем, какой-нибудь Нетфликс. Это жизнь людей, живущих в аду. Ну раз в нем. И вот Женевьева, повторяю, лучшая женщина Франции, лучшая девушка Франции, лучшая женская душа, вообще женская святость, она совершенно уникальная. От мужика мы вправе ожидать смелости, твердости, храбрости, не такой, не поколебимости, там, какой-то незнакомой, ма, какого-то, прозорливости. Это все мы ожидаем от мужчин. А когда какая-нибудь пиголица, девятнадцатилетняя, которая в своей жизни, значит, только хлеб черствый ела, и работала с утра до ночи, вдруг получает Божий голос и поднимает за собой страну и побеждает в этой войне мирарной, а потом еще убивают ее, то она, она бьет на смерть, как бы, и не гнется. То, конечно, в этом что-то такое запредельно удивительное. Женская святость, на самом деле, самая интересная в христианской церкви, женская святость. В христианской церкви самое интересное. И вот я вам сообщаю сегодня это святое имя, это святой жены Вьевы Парижской. Потому что, если мы будем в Париже, то мы, конечно, не должны идти, куда я сказал, а должны идти, куда я сказал. Надо идти, искать святую жены Вьевы. Там эти, значит, ее мощи, остатки, значит, находятся в храме, который называется Сан-Этьен-Дюмон. Это, значит, святой Стефан на горе. Там Дюшан, Дюмон, Дю-Дю, значит, у них там и так называются, значит, и так храмы их называются. Короче, там есть много интересного. Там мощи царицы Елены, чтобы вы знали, в этом, в Париже. Причем, чуть ли не во втором окне, там чуть ли не в самом центре. Мощи царицы Елены. Той самой, которая нашла крест Господень, и храм воскресенья построила. Там вообще Франция, когда-то, Папы Римские называли Францию, любимейшей, старшей и любимейшей дочерью католической церкви. Это была страна, которая была богата великой верой. Видно, есть какой-то закон, что страшные, вонючие революции происходят в странах, которые были богаты великой верой. Сначала была у них революция, потом была у нас революция. Теперь где еще будет революция? Значит, и вот теперь смотрите, еще заканчиваем уже. Долго, да? Ну, надо это сказать, где ты еще скажешь? Значит, если русские в Миланах приедут, да, то в Милане там тоже есть свои хозяина. Там, допустим, Амросий в Нидиоландске, там, Назарий, Протасий, Гервасий и Келсий. Они могут тоже явиться, например, сегодня какому-нибудь русскому паломнику и спросить его, а что это русские мне в Милане не молятся? Потому что я знаю, помню, в Милан, что такое поездка в Милан? Это поездка за тряпками, за шматьем. Это приезжаешь с пустыми сумками, уезжаешь, значит, как будто ты беженец какой-то, значит, уезжаешь с теми целыми, это не знаю, как это назвать, понимаете? Вот парашюты для сбрасывания танков, знаете, есть такие в десантных войсках, такие танки на парашютах спускают, для них такие мешки для танковых парашютов, такие набиты всякими трусами, тряпками, всякими майками, штанами. Это русские наши, да, специалисты по трусам, с этими сумками в Милан приехали, из Милана уехали с трусами. И, в принципе, мог бы любой, это святой Амбросий бы явился, например, любому бы этому русскому. Забыл, слушай, русских в Милане так много. Почему они в Милане мне не молятся? Я самый главный в Милане. Вот Амбросий, я Амбросий, я самый главный здесь. А вот мои помощники, мои ангелы-хранители. Назарий, Притар, Протасий, Геравасий, Келси. Почему нет вас здесь? Почему вы шляетесь по этим распродажам? Вы что, для этого сюда приехали? А если бы, допустим, русский принять в Кёльню? А кто в Кёльне лежит? Мельхиор, Балтасар и Гаспар. Три волхва, которые пришли с далекого края, с востока, принесли с собой золото, ладан и смирну, к богомладенцу Иисусу, получили от Ирода и весь, где он находится, нашли в Вифлеем иудейском и, значит, приемшие лесть от ангела иным путем это зашив в страну свою. Там, начиная со средних веков, мощи Мельхиора, Балтасара и Гаспара лежат в Кёльнском соборе, самом большом соборе мира по размеру. И если вы приедете в Кёльн, а в Кёльне что придумали еще? О-де-Колонь. Это вода из Кёльна, кёльнская вода. Самый известный О-де-Колон это в Кёльне. И много еще там чего самого известного. Там вся Германия славится пивом там своим, колбасами своими, там всякие, значит, там тушеной капустой своей, там каким-то там еще, там мало ли чем, там машинами, там самокатами, чем хочешь. И если вы приедете в Кёльн и купите себе самокат, поедите себе колбасы, там какой-нибудь с кислой капустой, купите себе хороший кёльнский одеколон и уедете оттуда, и только потом уехавшим узнаете, что оказывается, там лежат те три человека, которые пришли к младенцу Иисусу принести ему дары и признать им Мессию, то разве им стыдно не будет? Они бы сказали, что у вас так много здесь, приехали все колбасы пожрать. А почему мы здесь самые старшие? Мельхиор, Балтазар, Гаспар самые старшие в Кёльне. А кто там еще будет старше? Мне вообще старше всех, по возрасту, по крайней мере. Понимаете? А мы за эти последние годы, за последние, может быть, 30 лет, русские, обнюхали, облазили, облизали, обсосали весь мир, от Таиланда до Лондона. Но когда мы приезжаем в Лондон, мы не идем в Кентерберийское аббатство. Хотя бы на могиле Шекспира, постой, свинья, может быть, потом Гамлета прочитаешь. Нет, мы идем куда-нибудь по кварталам, по таким, которым можно там поесть, попить, повеселиться. И так мы поступаем везде. И Женевьева спросила, почему русские мне не молятся? Я хозяйка этого города, а вас здесь так много. Сегодня за рубежом сколько миллионов русских? Миллионов три точно есть. Столько в Армении людей не жили. Это целая страна, находящаяся в России. И их полным-полно, вот в этих Кельнах, Миланах, Лондонах, Кентерберри, и так далее, и тому подобное. В Саренто где-нибудь, на Сицилии, да полно наше. По-русски, боже, вас сохрани, заматюкаться где-нибудь в незнакомом месте. Тут же 4-5 лист обернется, потому что узнают ваш голос, узнают язык. О, это наш, это наш. Не думайте, что вас по-русски разговариваете тихо, где бы вы ни оказались. Потому что всегда на ваш русский голос обернется сразу 2-3-4 человека, потому что нас везде много. Но вот вам вопрос, почему вы не молитесь? Почему вы, находясь в моем городе, не молитесь мне? Говорит хозяйка города Парижа. И такие же слова может сказать святой из города Леона. Например, Ириней Леонский. Это святой отец первого века, ученик Иоанна Богослова. В Леоне наши есть? Ну, конечно, есть. А в Тулузе наши есть? Да 100% есть. А где наших нет? Да наши везде есть. А в Берлине есть наши? Полно. А рядом где-нибудь, там в Мюнхене, там или там в Дортмунде, да полно наших. А святые там есть? Есть. Я вас уверяю. Только поищите. Только поищите, найдете. И эти святые стоят там перед Богом, думают, что так этих русских много? Они не молятся. Вот и я вас спрашиваю, что же мы за люди такие? Зачем мы живем? Ведь нам умирает скоро. Кому-то чуть раньше, кому-то чуть позже. В принципе, всем очень скоро. Может быть, всем вообще придется очень скоро умирать. Брехливый телевизор умалчивает об этом. Войны боятся, коронавируса еще больше боятся. А про смерть не говорят. А про покаяние вообще молчат. И про молитвы молчат. Брехуны, балаболы. Нам, может быть, всем скоро придется вообще ласты склеить. А мы так живем, будто все в порядке. И еще у нас долго-долго лет в кармане. Нет у нас многих лет в кармане. Нет. Это уж точно. А если есть еще какие-то годы, то они быстро пробегут. Потому что все очень быстро пробегает. Вот вам сегодня кто-нибудь из вас вообще, когда он воцерковлялся, знал вообще, что в Париже есть святые? Правда, нет? В Париже есть импрессионисты. В Париже есть там этот самый, и в Монтан, допустим, там поет, там, судесельный Пари. В Париже гармошка играет, в пассивные баржи ходят, в Париже каштаны жарят. А то, что там святые есть, вы знали, не знали, а святые есть везде. А их надо узнать, между прочим. Потому что и в Рязани есть святые, и в Тамбове есть святые, и в Переславле-Залесском есть святые, и в Калуге есть святые, и в Москве есть святые, и в Париже есть святые, и святые каждого города это самые главные люди этого города. А мы почему-то это либо не знаем, либо знать не хотим, либо помним, но забываем. Так что сегодня мы молимся француженке, святая Женовьева, моли Бога в нас. А там рядом с ней Симеон, сиец, столбник, святой Симеон, они как-то вместе уже напоминаются в моей голове. Где Симеон, там Женовьева, где Женовьева, там Симеон. Хотя между ними, во какое расстояние, они вместе и рядышком, и в Царстве Божьем на земле друг друга знали. Христос да помилует нас, Христос да пощадит нас, Христос да благословит нас прожить оставшиеся лучше, чем прожито прошедшие. Христу, Спасителю, слава, Соотцем, Святым Духом, Гимнамого Святых во веки. Аминь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok,